Продолжение следует... Я представляю Украину, город Переяслав-Хмельницкий, который находится под Киевом. Инвестор и партнер компании с мая 2014 года. Был бы с апреля, но там были свои сложности между Украиной и Россией, как и сейчас, к сожалению. Потому что на прошлом вебинаре я просил Григория Михайловича, наверное не его, но кто-то поможет, чтобы не было блокировки сайтов. Потому что сайт Skyway Capital очень тяжело сейчас загружается в Украине. Очень тяжело загружается по причине того, что расширение этого сайта проходит через Яндекс. А Яндекс по руководству Украины, к сожалению, причислен к вражеским сайтам. И многие, к сожалению, российские сайты сейчас загрузить никак нельзя. В прошлый раз мне сайт Хамелеон предлагали, но, к сожалению, там тоже никак не через такие сайты, к сожалению, нельзя заходить. Поэтому вот такая сложность сейчас есть. Но мы боремся. Боремся как можем. Боремся, несмотря на вот такие происки недальновидных политиков, как с одной, так и с другой стороны. Несмотря на экономический кризис и войну. Поэтому и будем бороться. И как бы продолжая то, о чем Григорий Михайлович рассказывал, мне буквально вчера я встретился с ребятами из Переяслова-Хменицкого, из нашего города, которые ездили таки на Экофест. Я, к сожалению, туда не добрался по объективным причинам. В этом году не поехал. Но ребята, во-первых, подарили мои книги Григорию Михайловичу и Тамаре Эдуардовне Юницкой, за что им огромное спасибо. И вчера буквально мне подарили сувениры. Вот такая книжка. Сейчас покажу Юницкого «Небесные дороги». Потом вот великолепная книжка. Я уже ее читаю. Потом другая книжка, которую я читаю в электронном варианте. Очень советую почитать вот эту книжку и книжку «Мы Юницкие». Очень советую. Великолепные книжки. Кроме того, мне вчера ребята подарили вот такой прекрасный, такой иллюстрированный, вот такой каталог новый, потому что у меня старый был. А тут новый. И что тут интересного? Что в этом каталоге уже указан первый адресный проект по Индии. Вот здесь есть до резиденции Далай-Ламы. Именно туда, куда пойдет первый адресный проект. А что такое Индия? Я вот продолжаю то, о чем говорил Григорий Михайлович. Индия – это вторая страна по населению в мире, где более миллиарда жителей. То есть это такой рынок потенциальный, просто он огромный. И проблемы, проблемы транспортные там тоже огромные, потому что достаточно зайти в интернет, и вы посмотрите, как ездят индийцы на поездах. Ну, это незабываемое зрелище, когда и на крышах сидят, и буквально облепливают его, ну я не знаю, почти как насекомый для того, чтобы доехать с точки А в точку Б. То есть там проблемы транспортные, к сожалению, до сих пор полностью не решены. И я думаю, что именно технология Skyway, я в этом не просто думаю, я уверен в том, что технология Skyway поможет решить эти проблемы руководству Индии. Я понимаю, почему руководство так именно понравилось, технология Skyway. Потому что если смотрели последние видео из Эко-технопарка об испытаниях Юнитрака и испытаниях Юнибуса на провисающей структуре 200, 400 и 200 метров, ну это что-то. Вот честно скажу, много-много раз уже об этом говорил и говорю, что вот эти маленькие как бы вагончики, да, на вот этой структуре это наше будущее. Потому что настолько ажурное, настолько легкое и настолько видно, что она недорогая путевая структура, если там все сделать грамотно, а я думаю, что будет сделано грамотно с инженерной точки зрения, я не сомневаюсь, то настолько это будет прорыв именно в доставке груза в первую очередь, в труднодоступные места, что это трудно переоценить. Мне сейчас буквально задают вопросы, ну это вот такие ниточки тоненькие, это ж аналог канатной дороги, а канатная дорога уже существует. Ну зачем копировать канатную дорогу, то есть люди говорят, что Skyway, ну никакой инновации в принципе нет, но если кто-то ездил на канатной дороге, он мог бы посмотреть, как двигаются вагончики на канатной дороге. То есть там двигается вся конструкция, и это все достаточно громоздкая конструкция и достаточно энергоемкое передвижение на канатной дороге. И кроме того, ограничения по скорости очень серьезные. А здесь уже сейчас видно, даже на испытаниях Юнитрака видно, что он дает уже скорость 50-60 км в час, а может давать скорости больше. Поэтому, честно скажу, вот таким людям, которые сравнивают Skyway с канатной дорогой, ну они просто не вникают в суть вопроса. И к сожалению, к сожалению, вот многие, даже мои знакомые, не вникая в суть вопроса, и говорят, ну это ниточки похожи на канатную дорогу, а канатная дорога есть. Типа Skyway нам уже и не нужен. Но может быть кому-то и не нужен. Допустим, руководство там некоторых российских регионов или в других странах может где-то и не нужен. Но очень многим странам, очень многим народам, очень многим землям Skyway, конечно, нужен. Потому, что я могу сказать сейчас? Я могу сказать, что следите за новостями, то, о чем говорит Григорий Михайлович. Следите за новостями и доносите информацию. Но есть же такое народная поговорка, вода камень точит. Потому, что очень многие, скажем так, мои клиенты, они созрели до принятия решений через несколько недель, иногда несколько месяцев, а иногда даже и несколько лет. Причем, что самое интересное, что некоторые мои клиенты, вот мои предшественники, которые работали с ними, они дали информацию по Skyway и забыли о них. А они заинтересовались, но не немедленно, а просто заинтересовались и забыли. А потом посмотрели в интернете, там выпал Skyway. Потом посмотрели, опять новости в интернете. И они через некоторое время приняли решение присоединиться к Skyway. Но уже не через тех людей, которые им дали информацию, потому что они и забыли уже. А, допустим, через меня или других ребят, которые через некоторое время сказали, что вот есть такой проект. Они говорят, так мы уже слышали, мы уже в интернете видели. И потом, когда они смотрят последние новости, очень многие из них присоединяются. Поэтому, во-первых, действительно несите информацию. Уже не стесняйтесь, потому что уже нечего стесняться. Если я повторяю, что в 2014 году и даже в 2015, нас многие люди просто считали сумасшедшими. И говорили, куда вы деньги вкладываете. То сейчас все меньше и меньше скептиков остается. А все больше и больше сторонников. И даже несмотря на то, что многие люди уже знают о Skyway, еще огромная масса людей не знает. Вот просто огромная масса людей. Поэтому у нас, честно говоря, для работы еще поле непаханное. Вот поле непаханное. И еще такой момент. Я очень часто привожу примеры из жизни на своих выступлениях. Если кто-то помнит, практически всегда. И даже моя книжка, она на примерах из жизни. Очень много она построена. Вот последний пример из жизни. Я на одном из вебинаров говорил. Украина, как бы есть такое слово Тараса Шевченко. Доборолась Украина до самого края. Вот доборолась Украина до того, что сейчас средняя зарплата в Украине 130-135 долларов. А средняя пенсия в два раза меньше. Но, несмотря на то, что такие маленькие доходы, я уже на своих выступлениях говорил, что люди, у которых мышление правильно заточено, как говорится, в правильную сторону работает, они все равно находят по 15, по 25 долларов. И я приводил пример, как у меня один человек, который я условно называю студент, с декабря 2015 года регулярно по 25-50 долларов. Но регулярно он инвестирует. Ему повезло. Да, был дисконт 1 к 600. Но из тех 10 человек, которым я предложил по такому дисконту купить акции, купило 3. Из этих трех одна женщина не доплатила дисконт. А вот этот человек, который в то время был студентом, и у него было 100 долларов всего лишь дохода, он по 25, по 25. А теперь доходы у него чуть-чуть увеличились. Он теперь по 50 инвестирует. И скоро уже у него будет миллион акций. Вот просто так вот спокойно. Он даже никого не приглашает. Он не работает как партнер. А просто потихонечку, потихонечку, по 25-50 долларов. И уже скоро будет долларовым миллионером. А другой пример, буквально из тех примеров, которые я привожу, еще один пример. Пенсионер. О который мне все время жаловался. Ну так вот тяжело ему. Уже почти 70 лет. Пенсии маленькие. Денег нет. Это же самая большая отмазка. Денег нет. И вот пенсионер. Говорит, ну денег нет. Ну какие деньги у пенсионера? Совсем недавно. Я в феврале ему рассказывал о Скайвее. Он сказал, денег нет. Совсем нет. В результате я сейчас ему перезвонил и узнаю, что он принял участие в двух финансовых пирамидах. В одну вложил 30 долларов. В одну вложил 40 долларов. Денег нет. Но на финансовые пирамиды деньги находятся. Я его спрашиваю, ну если у вас денег нет, откуда вы деньги взяли? Он говорит, из кредитной карточки. Говорю, ну вы же понимаете, что это пирамида финансовая. Он говорит, да, я понимаю. Но, тем не менее, говорит, я же двух или трех человек приглашу, и деньги мне вернутся. Но проблема в том, что люди все больше и больше становятся потихонечку умнее, потихонечку прозревают. И в результате он в одну пирамиду вложил 30 долларов, в другую 40, а никого так и не пригласил. А если бы он просто, просто даже эти деньги вложил в Скайвей и купил минимальный пакет акций, никого не приглашая, он уже через 2-3 года мог бы иметь хорошую добавку в пенсии. Это по поводу того, что денег нет. Поэтому не жалейте людей, потому что вот у меня такая проблема. Вот честно говоря, я достаточно, как говорится, жалостливый человек, и меня это в многих ситуациях мне это мешает, и людям это мешает. Потому что пожалеешь человека, а он в результате попал в финансовую пирамиду или еще куда-то бухнул деньги. Поэтому просто-напросто доносите информацию всем, и, к сожалению, мы в уме своем делим знакомых на бедных и богатых. Ну, многие есть такие полуподпольные миллионеры-корейки, которые мы думаем, что они бедные, а на самом деле у них где-то в загашниках деньги есть, куда они потихонечку-потихонечку складывают и копят. И потом оказывается, что они их тратят на какую-то глупость. Поэтому, скажем так, работайте, но работайте разумно. Вот то, о чем я хочу попросить. Но работайте постоянно и постепенно. Потому что, во-первых, тогда, если партнер, скажем, долго никого не приглашает, не рассказывает о проекте Skyway или любом другом проекте, теряется квалификация, теряется вдохновение, теряется, как говорится, рука на пульсе. Потому что, если мы живем этим проектом Skyway, значит, мы интересуемся новостями. Мы интересуемся новостями не только Skyway, скажем так, а и вообще новостями в этой отрасли. Потому что я за это время очень много для себя узнал о вообще скоростном транспорте и вообще о том, куда цивилизация идет, какие бренды, какие тренды. Поэтому еще хочу сказать, держитесь нашего Skyway-евского содружества. Потому что мы здесь уже, меня иногда знакомые критикуют, которые смотрят вебинары и слушают мои, и говорят, ну почему ты незнакомым людям просто как бы душу раскрываешь. А я рассказываю, что мы уже почти семья. И то, что мы уже почти семья, я еще раз прочувствовал, когда ребята, которые были на Экофесте, зашли в музей Skyway и там нашли мое имя на звездном небе. Кстати, достаточно крупными буквами написано. Это означает, что я не самый мелкий инвестор. Вот, они нашли, не поленились, сфотографировали и распечатали. Мне и очень приятно было, когда они мне вместе с книжками, вместе с журналами, они мне распечатали и вручили распечатку. Говорят, вот ваше имя в музее Skyway на звездном небе. Поэтому я желаю сегодня, может быть, вебинар будет чуть-чуть короче, потому что не настолько есть о чем, даже не то, чтобы не о чем говорить, впустую говорить не хочется. Хочется говорить по делу. Хочется говорить так, чтобы, с одной стороны, и вдохновить вас, и себя в том числе, а с другой стороны, чтобы это вам помогло в работе с людьми. И потому будьте цельными, будьте бодрыми, будьте оптимистично настроенными, будьте, скажем, уверенными в том, что мы делаем, потому что действительно уже видно, что мы делаем большое, благородное дело, которое, между прочим, даст нам очень хороший экономический эффект. Я в последнее время уже не говорю о том, что будут супер доходы. Я придерживаюсь того, о чем говорит Виктор Тарасов. Кстати, слушайте его лекции. Слушайте, слушайте и слушайте. Потому что я во многом согласен в том, что он говорит, до процентов на 90 с его оценками. И потому полностью согласен, если он говорит, что если проект Skyway будет давать больше 10, а тем более 20% годовых, это будет супер. А если еще больше, ну значит все, ребята, мы с вами именно попали в то место, в нужное место, в нужное время и делаем очень нужное и благородное дело. Поэтому строй Skyway, спасай планету, берегите себя, Григорий Михайлович, вы тоже, пожалуйста, очень скорейшего выздоровления и берегите себя, потому что мы с вами, это и есть самая большая ценность этого проекта. Без нас с вами ничего бы не было, ничего бы не строилось и ничего, кстати, и не будет. Поэтому благодарю всех за то, что вы есть, за то, что вы поддерживаете этот проект, за то, что вы поддерживаете Григория Михайловича, который вот такой мужик, за то, что вы поддерживаете меня, за то, что вы в том числе интересуетесь моими книгами и вообще моей личностью. Потому что я рассказывал уже, что проект Skyway, он не только будет спасать человеческие жизни, он уже спасает человеческие жизни. В таком плане, что помогает людям, помогает людям избавляться от безысходности, потому что многим людям нужна психологическая поддержка, кроме финансовой и так далее, и так далее, и так далее, чтобы они видели свет в конце туннеля. Чтобы они видели перспективу, чтобы они гордились, что они участвуют в большом и благородном деле. Поэтому такое дело есть. У нас Skyway с одной стороны, с другой стороны у нас уже формируется очень классное содружество умных, думающих, благородных, честных и так далее, и так далее людей. И поэтому я горжусь, что нахожусь в такой компании, я горжусь, что нахожусь рядом с такими людьми, общаюсь с такими людьми, что я имею возможность общаться с вами. Поэтому всем здоровья, успехов, благоденствия, поддерживайте друг друга и смелее выступайте, потому что на самом деле, ну я же один из вас. И было время, когда я первый раз выступил здесь и до сих пор, к сожалению, волнуюсь, но на тот момент вообще волновался, но все равно выступил. Поэтому, пожалуйста, ставьте планку выше и свою личную, и вообще, и пускай ваши мечты сбудутся. Всем благ и спасибо за внимание. Спасибо большое за, вижу, слова благодарности. Еще раз говорю, смелее берите слово, потому что я бы хотел лично, и Григорий Михайлович, и все бы хотели лично с кем-то еще пообщаться, потому что новый человек, это новый мир, это новый взгляд. Поэтому, пожалуйста, берите слово, я с удовольствием послушаю новых людей, честно, с удовольствием. Всем самого-самого хорошего. Спасибо вам. До свидания. До новых встреч. Надеюсь, до скорых встреч. Всего доброго. И следите за новостями. Я думаю, что новости будут просто потрясающими. Итак, сегодня с вами были Григорий Миросниченко и Юрий Зубер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok